Друзья, вот хочу показать цветочек. Я говорила, не знаю, как он называется. Да, я действительно название уже не помню. Я вот такой цветочек сеяла, под деревьями садила. Вот. Посмотрите, маленький львиный зев. Да? Ну, между прочим, красиво смотрится. Вот не знаю, как уж он насчет агрессии. Ну, красивый. Мне нравится. Очень, знаете, похож на живучку, но только вот у него интересное. У него нет ползучих побегов. Может, с семенами будет рассеиваться. Ну, посмотрим. Ну, мне нравится. Его, конечно, так бы отдельно где-то посадить, чтобы он как бы был, ну, виден. А так вот, видите, здесь же и берез высокий, заполонил его. Вот. Здесь у меня много растений всяких. И травянка, и все. Ну, садить негде. Хочется всего понемножку иметь. Да? Скоро вот эти цветочки расцветут. Вот. Тут у меня... Как их? Господи. Катарантусы вот. Ну, вот, посмотрите. Залазят, видны эти. Слизни едят там их. Он пообеденный. И вот это однолетние флуксы. Вот. Бутылки лежат. Никак не повешу. Ну, их-то и не надо прям быстро так вешать. Это для того, чтобы пчелы туда... Фу, пчелы, осы туда собирались, когда виноград начинает спеть. В общем, на виноград буду вешать. О, виноград растет. Посмотрите, какая красота. Ну, разве не красиво, а? Просто красавчики. Просто красавчики. Так. Здесь у нас что? Ну, туда мы потом пойдем. Здесь у нас вот, обратите внимание, цветочки. Это у нас цивозия гребенчатая здесь. Колокольчики. И гацани. Тут вот тоже петунию посадила. Ну, между петунией садила... Вернее, вокруг петунии детки гладиолусов посадила. Лучок очень хороший, замечательный. Капусточка тоже вот эта, которая осталась, пошла расти уже. Некоторые вилочки завязывают. И вот земляничка, которую я из семян сажала, законная стала. Пока не цветет. Но она выбрасывает эти усы. Хочу размножить ее немножко. Немного, немножко размножить. И рассадить. Так, пойдемте дальше. Вот, посмотрите, какие кулиусы. Вот они не растут в ведре многое. Вот и хорошо, тут растает огромный. Но вот тут вот красота. Посмотрите, какая красота, друзья мои. Вечно цветущие бегони. Разные розовые, белые, красные. Даже или оранжевые, что ли. Тут вот мимолисы посадила. Но зря, наверное, вот закрыли мне, видите. Тут три разных бегонии. Белая. Вот такая махровая, что ли, не пойму. Вот такие, видите. Здесь бальзамельчики, катарантус. Здесь вот у меня тоже и бегония вечно цветущая. А это я черенковала пеларгонию красную. Я рассказывала, вот катарантус, как видите. Тут вот кулиусы. Ну, я рассказывать особо так не нужно, а то время много уходит. Ну, вот посмотрите, красота какая. Вообще, ну, любование, только любование. Видите, вот они не любят солнце. Им надо, чтобы было светло, ну, вот как бы тень. И вот тут у меня целый день такой солнце не попадает на них, а светло. Здесь вот тоже, посмотрите, какая красота. А, красота, друзья. Вот, солнышко тут, правда, на них тоже попадает. Но вот они и не такие, как видите, как вот эти, да. Вот, не сильно-то обгорают. Видите, листочки у них. Вот, красота. Посмотрите, какая. И вот тут тоже. Тут и мемулиусы, и вечно цветущие бегонии. Ну, красота, друзья. Просто чудо-чудо-чудо. Вот такие цветочки. Так. Здесь в горшочках тоже разные цветы и петунии. Ну, много чего. Петунии пока еще не цветут, зато вот, пожалуйста, красавчик какой расцвел, да? Цветут. Вот так. Мемулиусы вообще радуют. Очень хорошо цветут. Вот это вот у меня крупные петунии. Ну, посмотрим, какие они будут в горшке. Вот такие вот. Вот так. Вот эту пеларгонию я черенковала. Она опять, вот видите, выпустила цветоносы. Не один, тут еще где-то я видела цветоносы. Хотела еще подчеренковать, но пока не буду. А то я ее загублю. Вот так, красота такая. Тут у меня тареньи разного цвета. Красиво. Так, здесь у меня, друзья, перцы, морковка. Перцы уже цветут вовсю. По-моему, где-то перчик даже видела. Вот. Где-то вот тут видела. А вот они, перчики, уже зародились. Так что, есть перчики. Тут тоже вот мемулиусы, как видите. Вот. А здесь колеусы с петуньями перемежаются. Через один растет. Растет. Вот тут кошки поломали мне колеус. Ну, поставила вот туда. Там у меня растет такой же. В горшочек воткнула. Пускай укореняется. Друзья, помидорчики уже очень хорошие, крупные. Много уже народилось. Так, ну ладно. Вот тут вот горшки, посмотрите, тоже с цветами, да. Все здесь растет. Вот, посмотрите, покажу, какие уже помидорчики хорошие, крупненькие. Вот, много. На каждом кусту помидорки есть. Вот именно здесь, в этом месте, везде помидорки хорошие. Тут разные сорта. Вот, ну, пока за помидорки, как начнут спеть, тогда буду рассказывать. Тут вот горшки тоже цветы, как видите, растут, да. Вот так, видите, все укрыто у меня сеном. Вот, вот так вот. Это сено, друзья. Трава кошеная, засохшая, вот такое вот. И здесь укрыто, потому что, ну, во-первых, от вредителей. Не любят вредители траву, когда кошеная. Особенно медведка, она вообще не переваривает, чтобы там было что-то сверху накрыто, и она не лазит тогда. Вот. Тут тоже помидорчики. Вот, посмотрите, какая красота, да. Красота, просто чудо. Помидорки везде уже зародились. Вот, везде есть помидорки. Казанова. Вот, уже видите, кисть свистит. Так, ну, тут много разных помидор. Так что вот так покажу вам. Вот так вот. Помидорная, как говорится. Так, я специально струксу доставила. Тут же, что у меня еще и перцы, вот тут у кого помидор, как видите, растут. Перцы в этом году повреждают. Либо, не знаю, заболевание какое-то, либо вредитель, не знаю. Повреждает очень сильно. Приходится и врызгать, и сыпать, и, боже мой. Короче, будем отравленное есть сами же. Ну, а что делать? По-другому ничего не растет. Так, тут кабачок крупнек у меня. Два штуки растения. Вчера посыпала от муравьев, потому как покупала. Вот начинает уже крупнек расти тут один. А тут росли, но муравьи прям заели. Заели, закрутила все. Так, это у меня имбирь. Вот это вот растет. Вот имбирь. Тут картофель батат. Посмотрите, как хорошо пошел расти. Вот Олечка, она все время смотрит. Меня говорю, вот смотри, видишь, как батат разрастается хорошо. Так, тут садила, думала, крупнек. А, вот еще хочу сказать. Там вот думала третий крупнек. Оказывается, дыня тоже. Ну, надо же, это вообще. Как я так могла подписать? Так, вот это тоже дыня, думала, крупнек. Два растения были. Значит, и там тоже была дыня. Но там дыню съела сразу, ну, растение. Съела медведка. Это вот подвязала, подвязала. Тут тоже вот батат в горшке. Ну, это 20-ти литровое. Не 20-ти, а 15-ти, наверное, литровое ведро. Так, тут тоже имбирь. В этом ведерке он только вылазит. Так, вот еще у меня помидорки. Посмотрите, вот так вот. Но между ними комнатные растения. Почему поставила? Потому что укрыто здесь от солнца. Уже обсыпались комнатные листочки на этих растениях, что в комнате стояли. И выросли новые, обратите внимание. Растут новые. Так. Вот так вот. Видите, там стоят. Потому что из комнаты вынесла почти все. Осталось там у меня в комнате немножко, которые, ну, не вынесешь. Вот. А эти все повыносила. На свежий. Тут тоже помидорчики уже все позаразились. Хорошо. Это такие низкорослые в основном здесь. Вот. Я их не черенкую. Вот эти. Вот тот ряд подчеренковала. А эти такие низкорослые, они не посынкуются. Не черенкуются, не посынкуются. В общем, вот так. Вот это помидор. Я думала, кто-то там что-то повредил. Нет, это он так зародился, оказывается. Бывает. Посмотрите, какая морковка, свекла. Свекла уже есть. Эти, как их, плодики уже народились. Морковку не смотрела. Ну, наверное, тоже уже зарождаются там. Еще маленькие, правда, но, скорее всего, есть. Так, виноград вот этот. Видите уже, какой виноград. Это эсенека виноград. Многое народилось. Хорошо. Ну, вот хотела побрызгать. Ну, что толку, сегодня обещают дождь. Ну, побрызгаю, и что будет? Все смоет. Так, если что, содой брызгать надо. Три ложки соды на ведро воды. Да все брызгается. Три ложки соды на ведро воды. И от вредителей, от болезней хорошо помогает. Вот тоже виноградик, это хорошее. Это только, вот только, только образовал кисточки, как видите. Опять пояс. Хочу сказать, что цветочки у меня растут везде. Посмотрите, эхинацея. Сама взошла. Как оно так получилось? Может быть, когда вот я, у меня же здесь обычно я жгу, тут место такое, что не загорится ничего. Площадка, видите, большая. Вот. Ну, и естественно, обычно я жгу в конце осени. И поэтому уже все, виноград укрыт, все укрыто. И тут, как говорится, такое место свободное. И вот, наверное, когда несу, похоже, они вот рассыпаются, семена. И всходят. Ну, давайте вот сюда и сразу пройдем. Я сеяла бархатцы, ну, уже в июне месяце. И вот вы представляете, сколько сеяла, два только взошло. Почему? Ну, потому что муравейник тут был. Да? Ну, он, наверное, там и есть. И вот они, наверное, эти семена повытаскали отсюда. Только два взошло. Так, это, друзья, что я пересаживала, я вам показывала. Морковку. Посмотрите, прекрасно растет. Даже морковочка уже, видела, образовалась. И свекла тоже пересаженная. Как видите, тоже уже с корнеплодами. Это вот, которая взошла. Вот две штуки тут их. Всего-навсего взошло. Остальное ничего не взошло. А это я только пересаживала. Вот. Тут у меня капуста. Этот, арбузики, как видите, уже плетутся. Я их буду пускать вот туда, где лук у меня. Пускай плетутся там. И батат. Вот тут у меня съели капусту. Не знаю, кто. Съели одну капустину. И вторую была. Вот она маленькая стоит. Съедали. Ну, я ее как-то раз туда. Ну, корень, видно, объедали. Вот. А само растение еще оставалось. И я ее воткнула. Она, видно, корень пустила. Ну, значит, не совсем объели, как говорится. Вот, видите, батат. Трава, друзья мои, не успеваю полоть. Так что, если вы подумаете, что тут у меня столько травы. Нет. Это вот оно, видите, само сходит. Ну, как после поливаешь же это. Только попалю она опять. И вот не знаю, откуда она, эта вот трава берется вот такая. Непонятно. По огороду у меня никогда такой не было. У соседа растет. Может, оттуда тут ветер. Так. Ну, вот арбузики, видите. Я хочу, чтобы они вот туда плелись. Пускай так плетутся. Туда. По капусте, между капустой. В общем, ну, буду пускать стараться вот сюда, где лук. Лук хороший, как видите. Это из семян, который лучок у меня. Замечательный, надо сказать. Лук разный. Тут я не знаю, какие сорта. Всякие тут я сажала сорта. Несколько сортов у меня. Вот. Сначала подписывала, потом поняла, смысл-то какой. Все равно высаживаешь все в куче. Так. Тут петрушечка законная. Да. Здесь вот у меня морковочка. Видите. Вот тут еще я цветочки сеяла. Тоже в июне месяце они зашли, как видите. А это... Цыня. Это я сеяла в горшках. Поняла, что этого делать не надо. Вон свеколку, видно она там уже, видите. С этими. С плодиками. С корнеплодиками. Морковка вот эта густоватая. Здесь я не продергивала. Надо продергивать. Вот так, что такие дела. Ну, куда? Пойдемте вот туда, наверное. Видео будет, скорее всего, в трех частях, потому что длинное. Так, крыжовник, друзья. Посмотрите, это ранний русский. Вот он уже поспевший. Уже желтый. Так, тут цветочки. Надо бы их, конечно, вот так подвязать друг к другу. К тому, как голубички мешают. Голубичка спеет начала. Вот эти вот поразрастались. Ужас. Господи. Растут, наверное, метра два в высоту. Тут вот тоже голубичка, как видите, спеет уже. Шикарная. Это новенькая, покупала в этом году. Тут у меня и цветы растут. Эта голубика так не хочет расти. Что-то ей там мешает. Я не знаю, что. Что-то там сидит, не дает ей расти. Ну, в общем. Ну, зато сосна. Посмотрите, взошла сама. Поглядите, какая выросла уже. Вот не знаю, куда мне ее пересадить, никак не придумаю. Или уж оставить ее здесь. Так она, представляете, все заполонит здесь. И голубику мне закроет, и все. Так. Перцы. Вот, видите, какое плачевное состояние перцев. Кошмар. Видите, что делается? Верхушки какие-то становятся. О, листья. Что это такое? Это ужас. Не на всех, конечно. Кое-кое-где, которые видно. Сорта тут разные. Вот. Вот это все было съедено. Видите? Я сыпала от слизней. Вот, хотелось еще, надо побрызгать от вредителей. Но пока на них я не замечаю, не видно вредителей. Они же, видно, бабочки эти прилетят, пожрали и полетели дальше. Перцы цветут. Вот, видите, все побитое. Все побитое. Кошмар, одним словом. Это просто уму непостижимо, что творится. Я не знаю, в этом году вообще как никогда. У меня никогда таких перцев паршивых не было. Это ужас. Тут вот смородинка у меня красная, черная. Здесь красная. Очень хорошая смородинка, надо сказать. Очень обильная. В этом году вообще смородина как никогда. Посмотрите, какая. Не, ну вот эти кусты были всегда хорошие. Вот тут кустик он слабенький. Но там видно, что ему или дерево мешает, не знаю. Это у меня барбарис. Я его сильно обкарнала. Почему? Потому что мне надо ходить вот туда поливать батат. Батат там посадили. Вот виноград уже образовал ягодку. Батат уже, вообще этот виноград уже отцвел. Так, этот вот виноградик только-только-только отцвел. Вот. А этот вот уже зародил. Хорошие прям ягодки. Малина, друзья, вообще обалденная. Обалденная малина. Так, ну давайте-ка, наверное, сюда вот еще пройдем. Вот смородинку повреждала все время отцвел. Я уже и сыпала от этих, от муравьев. И брызгала ее. Вот новые начинают расти еще более-менее. Но надо еще посыпать от муравьев. Муравьи. А вон кошка. Мура. Мур. Мура. Мура. Соседская. Спит. Не слышит. А может слышит, ведь делает, что не слышит. Там у меня батат. Вот она, видите, легла в грядочке. Интересная такая кошка. Так, там у меня смородинка очень хорошая. Но я вам сейчас пройду, покажу. Так, вот начинает свисти у меня этот, господи, китайский финик. Понятно? Оставила только одно дерево. Хватит через глаза. Вот сама только кушаю, больше никто не хочет. Давайте-ка пройдем туда.